здравствуйте друзья сегодня у нас тема достаточно общая хотя мы конечно очень часто говорим о чем-то в контексте именно иммиграции и обустройство на новом месте что само по себе является довольно экстремальной такой деятельностью нагрузкой экстремально это стрессовая вещь поэтому в стрессе какие-то вещи которые в нас есть но глубоко сидят вдруг начинают проявляться и мы часто видим ну например такие такие вещи как скажем вот люди жили-жили вместе там 20 лет приехали там в эмиграцию растам и и нет семьи пойти потому что вот она там сидела сидела и друг раз и вылезла то есть эмиграция спровоцировала какие-то проблемы они выходят на поверхность там и так далее но вот такая тема человек сам в ответе за то что он делает вы можете сказать это очевидно да но не на практическом уровне на практическом уровне нам всегда кто-то не додал правительство не додала друзья не додали родители не додали нам дети не додали нам сотрудники не додали нам начальник на работе не додал нам в магазине не додали улыбки нам при въезде в страну не додали welcome home понимаете нам все время кто-то что-то не додал но и так я по мелочи там без welcome home мы обойдемся а вот допустим когда нужно пойти что-то сделать получить какой-то результат нам все время что-то мешает вот это вот известная до фраза что плохому танцору там чем этом мешает значит вот вот ему ему мешает почему танцор плохой если бы он осознал что он плохой танцор и обыскал ну хорошо ну как делать лучше то может быть он стал бы лучшим танцором он может быть не стал гениальным танцором устал бы лучше если бы сфокусировался на том как улучшить если он сфокусировался на том что ему помешали люди какие-то гениталии там может быть женщина нелюбимая вот подвела или там или наоборот любимая и вот дальше ему все виноваты значит путь к результату начинается с того что человек говорит единственный кто в ответе за все что со мной происходит это я сам это я решил пойти этим путем да они мне советовали они настаивали они пихали меня но я сказал да я согласен я пойду этим путем это ты сказал да они тебя пихали но ты сказал да это твоя ответственность ты в какой-то момент бросил но это ты бросил до тебе было трудно но ты бросил тебя никто не заставил бросить это были обстоятельства в которых ты сказала себе я брошу но те люди которые не бросили нашли до конца их немного было они в основном то бросают мало кто не бросит вот тот кто не бросит тот дойдет до конца этот получит результат потому что если цель светлая если как бы сказать бонус там в конце большой красивый яркий значительный так и путь трудный привати акси аксиома этого такого чем крупнее вознаграждение до тем сложнее путь это это очевидно я ничего такого не сказал чтобы сильно задуматься чем больше там впереди тем сложнее туда добраться тем меньший процент из тех кто соблазнился дошел так они вроде пошли большой толпой а смотрят что пришел то никто единицы поэтому это это как бы из очевидного но но надо же не бросить конечно есть другой вы можете сказать но я понял что это не мое и я бросил или там я понял что слишком большая конкуренция ушел в другое место где конкуренция меньше да ради бога но это ты понял это ты принял решение это ты выбрал путь и ты говоришь себе я никому не в претензии но вот так вышло нет вы можете быть претензий может они мне советовали а я же его спрашивал а почему он меня не отговорил я когда изучал страхование был такой случай интересный но семинар был и там разбирались ситуации в которых члены семьи умершего человека судят страхового агента который страховал там что-то с ними ну допустим он страховал дом и вот такая ситуация как из какой компании там да и человек умер нет страховки на жизнь ну вот нет денег могу быть застрахован там на миллион а нет и и тогда адвокат спрашивает вдову например он говорит послушайте а вот есть у него страховка на жизнь как нету а в какой компании он страховался вот дом у вас какой компании застрахован там допустим farmers farmers это большая к страховая компания подождите говорит он farmers страхует не только дома и машины farmers жизнь тоже страхует ну-ка давайте сюда вот этого агента который страховал ему машину и дом и пусть он нам теперь объяснит как это получилось что жизнь у него не застрахована значит и агент компании farmers берет расписку при страховании дома машины но если он как бы так по правилам работает то он должен взять расписочку в эту что было предложено поговорить там о страховании жизни но человек отказался почему бумажечка нужно потому что сам он конечно не будет претензии поскольку еще жив а вот его допустим супруга или там дети ну кто остался они кота почему у него нет вот этих денег вот этот агент не предложил наверное и вот должен подписать отказ и вот на этом семинаре то есть это я все знал но на этом семинаре там спрашивают а как далеко может пойти вот ну оставшиеся без денег искать наследник вы знаете говорит он был случай когда страхового агента судили за то что он недостаточно настойчиво предлагал то есть он предложил тот отказался а не год а если бы он по-настоящему предлагал тот бы может быть не отказался он не был достаточно настойчив и ну и мы бы и он год но судить судили но положительного результата пока еще не было никогда то есть еще не было такого чтобы суд сказал что действительно страховой агент виноват в том что он предлагал недостаточно настойчиво я это вам просто к чему рассказываю не дай бог да я это рассказываю все эти тень ладно я разверну камеру рассказывать я к тому что искать виноватых это конечно большое очень важное занятие в жизни многих людей знаете но не продуктивно получается гораздо продуктивнее контролировать свою жизнь и в общем так чтобы все было в порядке этот пытаюсь подкрутить ага потом подкрутилась так что все было в порядке я на самом деле очень часто сталкиваюсь в школе да у нас все-таки учебное заведение которое решает очень кардинальную задачу то есть человек должен получить работу которая хорошо платит это очень важный шаг в жизни то есть но может сказать система образующий а тем более в эмиграции и он платит деньги и ну рассчитывать на какую-то помощь и соответственно ну ну конечно да значит всяк всякое учебное заведение помогает ему в той или иной мере в той или иной но одно больше другое меньше одно это делает за меньшие деньги другой делает за большие деньги и так далее так далее и вы любое учебное заведение вы спросите а что вы такое делаете полезно они вам расскажут как они это понимают но есть люди которые говорят но вот я пришел учиться особенно это говорят нет даже не сами эти люди а вот те кто за ними со стороны смотрят ну и они тоже могут они искать ну что вот я пришел я учился но вот там допустим плохо объясняют он не говорит что я мало занимался при том что он не занимался при том что он не делал домашних заданий представьте себе как вы закончите среднюю школу если не будете делать домашних заданий в принципе как вы закончите институт если вы не будете заниматься но вот тут он заплатил понимаешь он заплатил и каким-то образом знание должно было войти ему в голову и нетривиальным является мысль о том нетривиальной является мысль о том что надо заниматься то есть если например не заниматься то знание в голову не пойдет и возникает как же так я же заплатил там значит они должны меня научить меня обязаны научить вот мы возвращаемся к тому с чего я начал до кто в ответе за то что с тобой происходит в ответе за то что с тобой происходит в основном ты как правило ты ну конечно может хочу тебя ты попала в лапы мошенников но это же ты попал в лапы мошенник другой человек вот не попал а ты попал Значит, школа плохая Ну так это же ты ее выбрал Это же ты пришел Чего-то ты там сидел Я не знаю На уроках сидел, смотрел, слушал В интернете читал отзывы И так далее Сейчас такое время, знаете Ну, не важно И вот, он говорит, меня плохо научили Ну хорошо, но он при этом не занимается Он говорит, я не мог найти работу Мне не помогли найти работу Но тебе сказали, делай раз, делай два, делай три И ты даже не сделал Он не сделал то, что ему сказали сделать Он говорит, ну меня должны были за руку, видимо, отвезти Но за руку на работу не отводят Вот в этой стране Ни одно учебное заведение за руку На работу не отводят Больше того, если, допустим, появляется Такое заведение, которое на работу Отводит за руку Это не будет стоить, сколько ты заплатил Это будет стоить, может быть, в пять раз больше Совершенно другой товар Понимаете, товар научить Или товар отвезти на работу за руку Это два абсолютно разных товара Я просто на своих примерах То, с чем я постоянно сталкиваюсь Значит, возвращаемся больше к эмиграции Человеку не дали, не додали чего? Ему не додали пособий Вот ему, вот там, в стране половина населения Не платит налоги Там 30 миллионов человек получают фудстемпы Там, вэлфер получают и так далее И им все время недостаточно Им не додали Почему же им дали вот столько фудстемпов? Они в два раза больше Почему им дали вот столько денег Наличкой? При том, что они не работают, да? А почему им не дали больше? Им же нужно больше Мысль о том, что я А пойду-ка я заработаю Эта мысль унижает человека Ну, действительно, ну что это такое? Заработаю Вот, он не отвечает Странные люди так ходят Прям цыгане, что ли, у нас появились? Я даже не знаю Это очень неожиданно Никогда цыган не видел Вот Ну, в смысле, там в СССР видел, здесь нет Да, так вот О чем бешмы? О том, что как только человек Оказывается в положении Не додали Или там, скажем Почему мне не додали Кто-то еще отвечает За мою жизнь Но не я В этот момент Он отдает контроль Другим людям Есть замечательная фраза Сказанная Ровардом Рейганом Тут кто-то мне из зрителей Недавно напомнил Действительно потрясающе Значит Фраза звучит так Он сказал Самые две страшные фразы В английском языке Это я из говермента Из правительства И вторая Я пришел помочь I'm here to help Я пришел Я буду тебе помогать Говермент не может человеку помочь Понимаете Это катастрофа Человек должен помочь себе сам И вот это вот Мне кто-то там что-то даст Мне дадут Велфер Мне дадут медицину Мне дадут Фудстемпы Мне дадут Субсидированное жилье Мне дадут Я не знаю что ему еще там должны дать Но Как только ты говоришь Мне дадут Вот люди говорят Я поеду У меня там друзья Не рассчитывайте на друзей Я не хочу сказать Не едьте к друзьям Я не хочу сказать Не воспользуйтесь тем Что они вам готовы предложить Но скажите себе Если даже друзья Не дадут мне ничего Я все равно еду И я выживаю И я Мое выживание Не зависит от друзей Боже Сколько тут было историй И на форумах И вот так вот вокруг Что человек ехал к друзьям Он ехал к родственникам Он ехал к кому-то Кто С его точки зрения Должен был Я не знаю что бы там Содержать Или как-то Что-то ему такое дать Но не дал И вот такие обиды И такие ссоры И лучшие друзья Перестают быть друзьями Родственники друг с другом Не разговаривают Потому что один другому Чего-то такого не дал Чего тот считал Что ему должны дать Есть родственники Да слава богу Пусть они там будут Но вы от них не зависите Есть друзья Слава богу Но вы от них не зависите Вот мы со Светланой Например Когда едем куда-то Нам все время говорят Ой остановитесь у нас У нас друзья Зрители там Со всех сторон И так далее Ой остановитесь у нас Мы никогда в жизни Ни у кого не останавливаемся Во-первых Чтобы людей не грузить Во-вторых Чтобы ни от кого не зависеть Мы контролируем Где мы Когда мы Что мы На чем мы едем Куда мы едем там И так далее Понимаете Вы можете сказать Ну да Но у вас есть возможности Ну конечно есть Но когда у нас не было Таких возможностей Значит мы по-другому Мы распоряжались Теми возможностями Но идея вот что У нас в жизни Был период Когда мы тоже Вот были Вот ты приезжаешь Такой весь несчастный Значит там языка У тебя нет Профессии вот такой Чтобы сразу сейчас Пойти искать работу Нет А вокруг еще Рецессия Ну я же не виноват Что рецессия Ну где моя вина Разве я виноват Значит пусть они меня Вот тогда как-то поддержат Или что-то Как-то вот Ну что же это Вот Вот Поэтому Да Рецессия Да И тем не менее И люди работали Ну конечно Конечно неплохо Когда какая-то поддержка Есть Кто же говорит Но сейчас же нет рецессии Сейчас-то такая экономика Которая Вот вчера тут Статистика была По безработице Там самая низкая безработица За 49 лет Это не нужно быть за 49 Достаточно там За 10 или за 8 Там безработица Практически никакая Уже наверное Года 3-4 То есть Ну Но даже вот Хорошо Как символ Самая низкая безработица За 49 лет Ну и в этой Самой Бесконечно низкой Безработице Когда человека Нанять нельзя Вот Сообщают Что значит Макдональдс Волмарт Да Значит там Повысил зарплату В своих этих самых Магазинах Там до 15 долларов в час И так далее И вот Некоторые там Говорят Вот вы смотрите Значит это вот Налоговая реформа Так на них подействовала У них деньги появились У них просто Нанять некого Нанять некого 5 лет назад Я нанимал Там допустим Работника в офис Там у телефона сидеть За 12 долларов А сейчас за 20 не могу Понимаете Поэтому Инфляция Настоящая такая инфляция В частности Связанная с тем Что значит Полностью Вычерпан Рынок труда А сейчас Не наймешь За десятку Понимаете Вот Поэтому К чему я говорю Если уже Вот в Волмарте 15 долларов платят City of Mountain View Вот по правую руку От нас Самый Вот сказать Эпицентр Кремниевой долины Слева у нас Лос-Алтос Справа у нас Mountain View City of Mountain View Минимальная Зарплата Которая По закону В этом городе Можно платить Человеку Это 15 долларов В час Минимальная Но кто-то Виноват Понимаете Есть люди Которые приезжают На следующий день Идут работать А есть люди Которые месяцами И на Велфере И на всяких там Фудстэмпах И на всех этих делах На социальных программах И они жалуются Что у них проблемы Нет Нет работы Их тут дискриминирует Там у них То что ты не говоришь По-английски Я извиняюсь Так это же ты не говоришь По-английски Почему вот Вместе с тобой Приехали люди Которые говорят А ты не говоришь Кто тебе виноват Что ты не говоришь По-английски Кто тебе виноват Что у тебя образования нет О конечно Да 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 Там родители Обстоятельства Я не знаю Страна не та Еще чего-то не то Там и так далее При том что Из соседней квартиры Значит у них есть Образование А допустим у тебя нет Я понимаю Обстоятельства разные Но английский-то Английский Поэтому Общая идея такая Что Вокруг много людей Они симпатичные Они с удовольствием Помогут Если что там Если надо Конечно Но Свою часть Надо делать Если ты не делаешь Свою часть Никто за тебя Твою Не сделает Каждый человек Который вокруг тебя И мог бы тебе помочь С удовольствием Поможет Делая свою часть Работы Твою Не будет делать Никто Больше того Чем больше Ты делаешь Свою часть Чем больше Ты вкладываешь От себя Тем легче Тебе помочь Тем активнее Тебе начинают Помогать Все люди Вокруг тебя Чем больше Ты говоришь Ну вот Я же без вас Не могу Вы за меня Сделаете Тем меньше Тебе можно В принципе Помочь А у него Еще выражение Лица Такое Вредом Вы бы видели Вот эти лица Когда вот Человек приходит И говорит Я не могу Вот вы мне Должны помочь Да Поэтому А там уже Не поможешь Сама мысль О том Что мне нужна Помощь Это уже Как бы Признак Того Что помочь Нельзя Понимаете История Какая Поэтому Взяли себя В руки Взрослые люди У нас тут Нету 12-летних Да Вот И все Взрослые И все Хотят Состояться Все хотят Чего-то Добиться И так далее Ну ребята Ну напрягитесь Уже Соберитесь Подучите язык Посмотрите Там Профессионально Чем вы собираетесь Заниматься Я видел людей Которые были Там инженерами Скажем Женщина И там 55 лет Она пошла Жила в Москве Пошла Выучилась На парикмахера Понимая Что инженером Там Каким там Она была Я не знаю Она уже не устроит Пошла Выучилась На парикмахера Приехала Там Работала Парикмахером Может небольшие денежки Но Но ничего Жила Там Муж зарабатывала Она подрабатывала И так далее Будьте реалистами И Не верьте в чудеса Нету чудес Сори Камера На жаре Отклеивается Нету чудес Ребят Ну вот правда Нету Вот то что сам делаешь То твое А то что ты На других перекладываешь Скорее всего Скорее всего Тебя ждет разочарование Это как бы грустно Об этом говорить Ну правда Так Оно так и есть Поэтому вы сразу Настройтесь И скажите себе Я рассчитываю На себя И тогда Произойдет чудо Когда вы будете Рассчитывать на себя Вы увидите Как Сходятся все Как сказать Вектора Вот в эту В одну точку Бух Все стрелочки И все на вас И у вас сразу Много всего И сразу Правда? Потому что Вам начинает помогать Весь мир Как только ты говоришь Я делаю свою часть Радостно Обильно Изобильно Делаю И сразу вам все помогают А наоборот Не работает Счастливо